Здравствуйте! Футбол и выборы – то, что беспокоят сегодняшние британские газеты, но давайте посмотрим более подробно. Газета «Ассан» сообщает, что Фил Фоден из сборной Англии вылетел домой с Евро-2024 в Германию, так как его партнерша начала рожать их третьего ребенка. Меня в этой ситуации интересует, на кого свалят гипотетические проигрыши команды. Газета «Делиэкспресс» пишет, что во время бурного очного противостояния между премьер-министром Риши Сунаком и сэром Киером Старваром лидеру лейбористов был брошен вызов по поводу его решения проблемы мигрантов, прибывающих на небольших лодках. Газета «Дели» и «Телеграф» сегодня сообщает, что лидеры двух основных партий столкнулись по вопросам эмиграции, социального обеспечения и налогов в финальных телевизионных дебатах перед тем, как страна отправится на выборы в следующем месяце. Газета «Гардиан» пишет, что премьер-министр Риши Сунак и сэр Кейр Старвар яростно столкнулись по поводу скандала со ставками на выборы во время финальных телевизионных дебатов, в то время как полиция расширила свою роль в этом расследовании. Газета «Таймс» сообщает, что в финальных дебатах лидеров Риши Сунак попытался донести свои предупреждения о налогах в отношении лейбористов, в то время как Кейр Старвар обвинил премьер-министра в том, что он оторван от реальности. Газета «Дейли Стар» вчерашнюю и популярную, в принципе, в интернете фотографию печатает на первой обложке и пишет, что этот болельщик сборной Англии, который был сфотографирован, ну, дремлющим, будем так говорить, во время ничьи 0-0 со Словенией во вторник, рассказал, что ему снилось, как будто команда Англии выигрывает. А главная новость в газете «Дейли Мэйл» – это критика Риши Сунаком сэра Кейра Старвара в финальных дебатах лидеров перед всеобщими выборами. Как я говорил, выборы беспокоят основную часть газет. А главная новость «Дейли Мэйр» – это суд над мужчиной, обвиняемым в заговоре с целью похищения, изнасилования и убийства телеведущей Холли Уиллоуби. Обвиняемый Гевин Пламп отрицает все обвинения. Типичный такой актер, играющий маньяка в любом кино, по-моему, судя по фотографии. Ну, и тот комплект, который там тоже на фотографии есть, говорит о том, что к чему-то он точно готовился. По данным газеты «Ай», хакеры, работающие под защитой Кремля, естественно, кого же еще, стояли за крупной кибератакой на ИЧС в этом месяце. Газета сообщает, что в течение следующих 12 месяцев могут последовать дальнейшие атаки. Газета не сообщает, заплатили хакерам вот эти миллионы, которые они просили за результаты теста крови британцев или нет. Financial Times сообщает, что французский лидер крайне правых, Жордан Борделла из партии «Национальное объединение» заявил, что будет вести культурную битву против исламизма. Ну, с фамилией Борделла только этим и заниматься. Газета «Метро» пишет, что Констанс Мартен и ее партнер Марк Гордон были признаны виновными в сокрытии рождения их ребенка. Оказывается, то, что вы прячете рождение своего ребенка, теперь это, ну, если уж не подсудно, то осуждается. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на сегодняшний день. А сегодня у нас четверг, 27 июня. Ну и давайте немножко пробежимся по предвыборным вопросам. В последних телевизионных дебатах перед выборами в Великобритании Риши Сунок и сэр Кейер Стармер столкнулись из-за скандала с вот этими ставками на результаты выборов и других важных вопросов. Стармер обвинил премьер-министра в промедлении в решении этой проблемы, называя его заставленным принимать меры. Дебаты ожесточились, когда Сунок предупредил об опасностях предложения лейберийской партии о налогах и миграции, утверждая, что они значительно увеличат налоги. Сага с азартными играми, включающая ставки Тори на исходы выборов, продолжала нарастать, вызывая расследования со стороны комиссии по азартным играм и митрополитенполиции. Лидеры также поговорили об иммиграции, о правах женщин и социальных пособиях, выражая разные точки зрения по этим важным вопросам. Ну, учитывая, что обычно нельзя спрашивать, за кого будешь голосовать, мне все-таки было бы интересно в комментариях увидеть ваше мнение, ну, если не за кого голосовать, то а кто проиграет в этом году в выборах кресла премьер-министра? Ну и пока вы отвечали в комментариях на этот вопрос, в Великобритании растет недовольство молодежи политикой, что проявляется в значительной доле первокурсников, которые вообще не видят никакую партию, которая действительно будет отражать их взгляды. Исследование показало, что более половины молодых избирателей не могут назвать своего местного депутата, а 37% даже не знают имен кандидатов в выборах. Ну, я думаю, что не только они путаются в этих выборах, и уже всем наплевать просто, кто стоит в правительстве, потому что ничего не меняется в последние лет 30, наверное. Ну, а фотограф Том Олдхэм запустил проект The Huffles, фотографируя и собирая мнения местных политиков, включая независимых кандидатов, для того, чтобы преодолеть политическую апатию и вдохновить молодежь активно использовать свое право голоса на выборах 4 июля. Ну, все больше людей обращает свое внимание на этого кандидата, на Бинфейса. Пока все ждут эти выборы, и кто же там победит, в Англии начинается 11-я забастовка о младших врачей в долгосрочном споре о зарплате. Члены Британской медицинской ассоциации выйдут на 5 дней забастовки с 7 утра сегодняшнего дня, и это приведет к значительным нарушениям в рутинной работе больниц. Мало там проблем еще и забастовки вот этих интернов. Были предупреждены пациенты о возможных сложностях из-за уже повышенной нагрузки на систему здравоохранения, которая усугубляется жарой. Сторонники согласовали независимую арбитражную процедуру в мае, но из-за выборов забастовка была возобновлена. Младшие врачи требуют повышения зарплаты на 35% для того, чтобы компенсировать долгосрочную неиндексированную зарплату, которая не повышалась из-за инфляции. Очередная угроза вируса H5N1 – птичий грипп на фермах. Почему биозащита сложнее, чем кажется? С развитием эпидемии птичьего гриппа, вот этого H5N1, которая теперь поражает даже коров, как никогда важно защитить наши фермы, пишут газеты. Но как это сделать? Ну, на самом-то деле уменьшение размеров стат, улучшение биозащиты и сокращение спроса на мясо птицы – это непростые задачи. Но это именно то, что можно сделать прямо сейчас для того, чтобы предотвратить новую пандемию, пишет сегодня газета Times. Ну что ж, если откажемся от мяса, то, значит, вирусы, птичий грипп нам точно не страшен. Но это еще не все. На данный момент только в Дании, но уже вводится первый в мире углеродный налог на сельское хозяйство, который включает в себя штрафы для фермеров за пуканье скота, выбросы метана. За каждую пукающую корову фермерам придется платить 200 фунтов в год, начиная с 2030 года. Этот шаг направлен на снижение выбросов парниковых газов, которые вызваны скотоводством, которое составляет 11% от общемировых выбросов. Фермеры выразили недовольство, считая такие меры неразумными, и критикуют правительство за их недостаток внимания к их мнению. Ну, учитывая, что это в Дании, мне интересно, когда в Британии обратят внимание на традиционный английский завтрак, который обязательно включает в себя бобы, которые, как вы знаете, интересно действуют на желудок. То есть, когда начнут штрафовать людей после завтрака. О приятном. Компания Universal Destinations and Experiences, владеющая Comcast, объявила о планах строительства своего первого парка развлечений в Великобритании возле Бетфорда. Парк будет работать круглогодично и включать в себя 500 номеров отеля. Ожидается, что это станет крупнейшим парком развлечений в Европе и принесет значительные экономические выгоды Великобритании. Согласно экономическому анализу, проект Universal способен сгенерировать около 50 миллиардов экономической выгоды, включая 35 миллиардов на период строительства и первые 20 лет эксплуатации, а также дополнительно 14 миллиардов налоговых поступлений за тот же период. Ну, чем больше туристов, тем интереснее нам жить. Вот, например, Эрика Уайт из Дартфорда в Кенте была шокирована, обнаружив тент незнакомца на своем переднем саду однажды ночью. Ее сын заметил тент рано утром, после чего Эрика попыталась разговорить незваного гостя. Ну, а сначала он вообще не реагировал на ее просьбы уйти, но потом в итоге согласился только после того, как она пригрозила вызовом полиции. А в тенте был обнаружен большой клубничный торт, что подразумевает, что незнакомец готовился или к продолжительному пребыванию, или к каким-то гостям. Эрика предположила, что он мог быть рабочим на ферме по сбору фруктов, но она осталась в недоумении от такого неожиданного появления и дерзости его действий. Ну, пока цены на съем квартир будут на таком уровне, я думаю, что люди в палатках будут появляться все чаще. Великобритания объявила срочное предупреждение о возвращении смертельной бактерии, которая вызывает менингококковую инфекцию среди путешественников, которые возвращаются из Саудовской Аравии, включая британцев, совершивших паломничество умра в Мекку. Эта болезнь может привести к менингиту и сепсису, смертность от которых составляет от 8 до 15%. Инфекция передается через прямой контакт ртом к рту, а также кашель, чихание и близкий контакт с инфицированным человеком. Симптомы включают в себя высокую температуру, сильную головную боль, онемение шеи и характерную сыпь, которая не исчезает при нажатии. В общем, будьте осторожны, когда целуетесь с незнакомцами. В Великобритании вводятся новые правила для наложения штрафов за парковку, которые начнут действовать с 1 октября. Я бы сказал, наконец-то. Но теперь это будет действовать только для новых парковок пока что, а для существующих операторов этот закон ведется до конца 2026 года. Основные изменения в себя включают это 10-минутный льготный период, в течение которого не может быть наложен штраф. Предположим, вы заплатили там с 10 до 4 вечера, в 4.10 вас только оштрафуют. Обязательные четкие указатели на парковочных столбах тоже должны быть, а максимальный штраф останется 100 фунтов, который сократится до 60, если вы его платите в течение 14 дней. Введение новой хартии по апелляциям также будет введено для упрощения процесса обжалования штрафов. Новый кодекс разработан двумя регуляторами сектора парковок International Parking Community и British Parking Association после жалоб на несправедливость и запутанность существующих правил. Ну, в принципе, это действительно хорошая новость. А вот, ну, неплохая, нехорошая новость говорит о другом. Недавно исследование группы потребителей показало, что стоимость зубной пасты, бритвенных станков и других продуктов для здоровья в Великобритании может значительно измениться в зависимости от времени года. Например, цена на зубную пасту может удвоиться в разные периоды года, так же, как и на другие популярные товары. Исследование выявило, что среди крупных супермаркетов Азда предлагает самые низкие цены на здоровье, сберегающие товары. Рекомендации заключаются в том, чтобы следить за ценами и закупаться продуктами в периоды с наименьшей стоимостью или рассматривать более доступные альтернативы, сохраняя при этом эффективность использования. Ну, более дешевая альтернатива зубной пасте, по-моему, просто вода. Следите за ценами. Основная рекомендация группы потребителей. И о погоде. В Великобритании нет конкретных законов, которые устанавливают максимальную температуру для работников, будь то в офисе или на удаленной работе. Однако работодатели обязаны обеспечить комфортные условия труда согласно положению о месте работы, здоровье и безопасности и благополучии. Этот закон 1992 года. Закон включает в себя поддержание разумной температуры, рекомендации которой начинаются с минимума в 16 градусов или 13 градусов для тяжелой физической работы, хотя максимальные значения не указаны. Поэтому каждый случай может рассматриваться отдельно, но работодатели должны предпринимать практические меры для обеспечения комфортных условий работы в жаркую погоду. Это такие условия, как предоставление вентиляторов, обеспечение достаточной вентиляции и предоставление гибкости в рабочем графике, а также поощрение перерывов. Если условия становятся невыносимыми из-за сильной жары, сотрудникам рекомендуется обсудить свои опасения с работодателем для поиска решений, которые обеспечат их здоровье и безопасность. Очень правильная рекомендация, я бы сказал, потому что в такую жару работать где-то в офисе, например, если не работает кондиционер, просто ужасно. и в течение уже второго дня беспорядков были выкрикнуты. Выкрикивались. Да. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь до следующего выпуска, который вы обязательно увидите, если подпишетесь на наш канал. А еще я рекомендую поделиться этим выпуском со своими друзьями, потому что где же они еще узнают, как живут в Великобритании. Нехорошо, неплохо, а также, как и везде. В студии был Олег Хилл, я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok